Заместитель председателя КНР Ханьчжен обсудил вопросы климата со спецпредставителем президента США Джоном Керри. Ван И подтвердил слова Синдзиньпина о важности взаимного уважения для сотрудничества между КНР и Соединенными Штатами. Китай примет участие в 13-й ежегодной встрече высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности. КНР и Россия проводят совместные военные учения в акватории Японского моря. Промышленные предприятия Китая переходят на интеллектуальное производство. Искусственный интеллект стал главной темой обсуждения на интернет-конференции в Пекине. Малые и средние предприятия Китая завоевывают мировой рынок. Деревня Универсиады в Чэнду стала примером применения новых технологий и энергосберегающего дизайна. Заместитель председателя КНР Хайнджен встретился в Пекине со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Хайнджен подчеркнул, что борьба с глобальным потеплением – одно из важнейших направлений китайско-американского сотрудничества. И Пекин готов к продолжению диалога для полной реализации Парижского соглашения по климату. В его основе должно быть взаимное уважение. Джон Керри, в свою очередь, призвал к отделению климатических вопросов от политики. По его мнению, КНР и США, как крупнейшие эмитенты парниковых газов в мире, должны согласовать свои позиции перед 28-й конференцией об изменениях климата под эгидой ООН, которая пройдет менее чем через полгода. Ранее сотрудничество в области климата двух крупнейших экономик мира прерывалось. Причиной этого стали выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения, китайско-американский торговый спор, а также поездка спикера Палаты представителей США на Тайвань в прошлом году. Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И подтвердил слова председателя КНР, что уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество позволят Китаю и США наладить связи. Об этом он заявил в ходе встречи с бывшим госсекретарем Соединенных Штатов Генри Киссинджером, который прибыл в Пекин с визитом. Ван И изложил позицию КНР по тайваньскому вопросу, напомнил о ключевом принципе одного Китая и предостерег от поддержки сепаратистов, выступающих якобы за независимость Тайваня. Киссинджер подтвердил, что признание принципа одного Китая – серьезное обязательство, которое ранее на себя взяли США, и оно будет соблюдаться. Он добавил, что Соединенные Штаты и КНР вместе могут изменить мир к лучшему. Во время переговоров стороны также обсудили украинский кризис и тему искусственного интеллекта. Член Политбюро ЦК КПК и глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И примет участие в 13-й встрече высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности. Она состоится с 24 по 25 июля в Йоханнесбурге. Дипломат проведет переговоры с лидерами государств для обсуждения международных и региональных вопросов. Встреча высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности – это важная политическая платформа. Китай с нетерпением ждет этой встречи, чтобы обменяться мнениями и углубить сотрудничество с партнерами по БРИКС в области международной безопасности. Это позволит привнести немного стабильности в мир на фоне потрясений и глубоких перемен. Мероприятие также станет подготовкой к саммиту БРИКС, который состоится в августе этого года. В ходе поездки дипломат также посетит другие города ЮАР, Нигерию, Кению и Турцию, что отражает повышенное внимание Китая к развитию отношений с указанными странами, подчеркнула Мао Нин. Север взаимодействия 2023 – так называются совместные военные учения России и Китая, которые стартовали в акватории Японского моря 20 июля. Для эффективной координации между военными подразделениями двух стран выстроили совместную систему командования и связи. Согласно легенде, есть различные типы угроз, и военнослужащие должны отработать варианты их совместного отражения. Мы делаем упор на использование новых информационных систем командования, которые повысят способность сторон обмениваться позициями и оперативно действовать. С учетом современного контекста была создана защищенная сеть и проведены реальные военные контручения. Маневры позволили всесторонне проверить качество связи между ВМС и ВВС Китая и России в условиях сложной электромагнитной обстановки. В учениях принимают участие 30 самолетов и более десятка кораблей. Это эсминцы, фрегаты, а также вспомогательные суда. В воздухе со стороны Китая – летательные аппараты с фиксированным крылом, истребители и вертолеты. Промышленная экономика Китая продолжает восстанавливаться. Добавленная стоимость крупных предприятий отрасли в первом полугодии выросла почти на 4%. Так, выпуск машин на альтернативных источниках энергии увеличился на 42%. В этот период с конвейера сошел 20-миллионный экологически чистый автомобиль Китая. Кроме того, происходит сдвиг в сторону применения интеллектуальных технологий. Умное производство – это очень популярное направление. В стране сейчас работает около 8 тысяч цифровых цехов и интеллектуальных заводов. Активно внедряются новые сценарии работы и технологии. Построено почти 3 миллиона базовых станций 5G. Число пользователей мобильных телефонов с поддержкой связи 5G превысило 670 миллионов человек. В первой половине года расширились и масштабы строительства интеллектуальных фабрик. Согласно критериям, которые разработали в Китае, более 2,5 тысяч предприятий фактически завершили цифровую трансформацию. Эти заводы сократили цикл выработки продукции в среднем на 20% и повысили производительность в среднем на 34%. Выбросы углекислого газа при этом сократились на 21%. В первом полугодии Международная электротехническая комиссия под руководством китайских экспертов выпустила 5 международных стандартов в области промышленного контроля. В этот же период 85 организаций из 17 стран, включая Китай, США, Германию и Японию, совместно создали Международный альянс интеллектуального производства. В КНР планируют и дальше интегрировать цифровую экономику с реальным сектором. Сюда входят обрабатывающая и информационно-коммуникационная промышленность. В планах Китая также участие в глобальном цифровом управлении и развитии сотрудничества в области цифровой экономики. От технологий распознавания лиц до решения интеллектуальных задач на уровне человека. В последние два года искусственный интеллект совершил огромный скачок в развитии. Умение генерировать изображения и тексты и вовсе произвело настоящий фурор. Эксперты считают, что эти технологии уже можно использовать для разработки образовательных программ и поиска слабых мест в системах кибербезопасности. Технология искусственного интеллекта GPT позволяет обнаруживать кибератаки и вирусы. Кроме того, она может сгенерировать вредоносные коды, если вы ее об этом попросите. Поэтому вопрос о том, как управлять искусственным интеллектом, чтобы он служил людям, не причиняя им вреда, будет актуальным еще долго. Высокий потенциал технологий искусственного интеллекта и рост связанных с интернетом отраслей промышленности в числе основных тем обсуждения на китайской интернет-конференции в Пекине. Специалисты обсуждают, как эффективно и безопасно интегрировать искусственный интеллект в реальный сектор экономики. Мы работаем над обнаружением атак с помощью искусственного интеллекта. Нам важно заблаговременно увидеть попытку атаки или другие вредоносные действия. Распознавание лиц и номеров машин несет множество этических вопросов. Важно, чтобы эта чувствительная информация не утекла в руки злоумышленников. В числе прочих вопросов участники конференции уделили внимание инфраструктуре интернета, техноинновациям, управлению сетями и другим актуальным темам. Это офис небольшой, но высокотехнологичной компании. В штате всего 50 сотрудников. При этом предприятие располагает полной цепочкой поставок прозрачных дисплеев Nano AR, разработанных с использованием технологий дополненной реальности. Продукт настолько уникальный, что в особой рекламе не нуждается, говорят специалисты. Нашу продукцию покупают в США, Европе, Японии и многих других азиатских странах. Компания работает в городе Шэньчжэнь. Это особая экономическая зона и одно из лучших мест для развития малых и средних предприятий, которые играют важнейшую роль в экономике. Более 90% всего бизнеса в стране представляют именно такие небольшие компании. Все великие дела начинаются с малого. Местные власти оказывают большую поддержку стартапам, особенно таким технологичным, как мы. Например, нас освободили от арендной платы. Кроме того, частные компании являются активной частью экономики Шэньчжэня. Здесь существует устоявшаяся экосистема, где легко найти клиентов и партнеров. Будучи, по сути, совсем небольшим предприятием, компания уже выполняет социально значимые задачи в своем городе. Так, в местном музее появились прозрачные дисплеи – подарок для создания экспозиций нового типа. Раньше культурные реликвии представляли на выставках только в виде предметов. Благодаря дисплею до полной реальности появилась возможность демонстрировать цифровую копию или оживить артефакт. Посетителям очень понравился новый формат экспозиции. Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны крупных корпораций, небольшие компании демонстрируют более высокую гибкость и маневренность, успешно развиваются и выходят на мировые рынки. Поэтому малые и средние предприятия власти Китая сегодня рассматривают как будущее экономики, в том числе глобальной. Деревня Универсиады в Чинду построена на базе студенческого кампуса. В ближайшие недели здесь будут жить участники соревнований. Чтобы гостям было легче переносить условия местного жаркого лета, когда относительная влажность воздуха может достигать 90%, организаторы предусмотрели жилеты из специальных материалов. Они поддерживают постоянную температуру в 23 градуса, обеспечивая комфортную работу на открытом воздухе. Здания здесь соединены друг с другом специальной аллеей, которая также защищает от жары. Здесь мы использовали так называемое пассивное энергосбережение, которое достигается за счет конструкции. Такие аллеи прохлады широко применяются в традиционной китайской архитектуре. А это спортивный центр Сянчен, где пройдут соревнования по водному полу. В этом здании реализована концепция «Город Губка». Во время дождя вода стекает с покатой крыши и впитывается через пористое дорожное покрытие. Более того, после фильтрации и биологической дезинфекции эта дождевая вода может использоваться для полива зеленых зон, мытья дорог и других технических целей. Около 2300 автомобилей на новых источниках энергии будут курсировать по дорогам универсиады в дни соревнований. Вокруг спортивных объектов и главных городских магистралей появились новые зеленые зоны общей площадью 57 квадратных километров. Деревня универсиады будет работать до 11 августа, а после окончания игр останется служить университету Ченду.